Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Сегодня мы будем говорить об инвестициях в залоговые займы. Займы под залог недвижимости. Это отдельное направление, которое имеет ряд своих особенностей, нюансов. Много поступало вопросов и запросов разобрать подробнее этот инструмент. И сегодня, собственно, мы с вами этим и займемся. Рассказывать о данном инструменте нам будет Игорь Поташов, эксперт по займам под залог недвижимости. Игорь знает очень много на эту тему. Ну и, собственно, надеюсь, что сегодня мы эти детали узнаем и расспросим. Игорь, приветствую! Николай, здравствуйте! Игорь, ну давайте, вы подготовили презентацию. Пойдем по презентации. И я буду по ходу дела задавать вам некоторые вопросы, которые у меня есть касательно данного инструмента. Хорошо, Николай, предлагаю сейчас включить презентацию. Да. И сразу же давайте начнем. Давайте. Коллеги, еще раз доброго дня. Сегодня я буду рассказывать про инвестиции в бизнес под залог недвижимости. План у меня буквально на 15 минут. Хочется максимум дать вам информации, поэтому сразу же предупреждаю. Буду говорить быстро. Да, да. Что вы говорите, Николай? Нет, нет, давайте, да. Все. Да, сразу же предупреждаю. Буду говорить быстро, потому что хочется дать как можно больше и разобрать стратегию максимально подробно. Сначала расскажу, кто я, потом расскажу, почему, в принципе, буду рассказывать про эту стратегию. Покажу, какие риски есть. Три ключевых риска, чего боятся все начинающие инвесторы взаймы. Какие есть возможности у этого инструмента инвестирования. И отвечу на вопросы, которые задаст Николай. Давайте начинаем. Собственно, расскажу про меня. Кто я? Меня зовут Игорь Поташов. Я инвестор, я консультант. Я зарабатываю на инвестициях сам и помогаю зарабатывать тем, кто инвестирует вместе со мной. Почему сегодня буду рассказывать про этот инструмент инвестирования? Все просто. Я хочу вам показать, почему я сам выбрал этот инструмент инвестирования. Почему вместе с нами инвестируют 93 инвестора уже на сегодняшний день в этот инструмент инвестирования. И почему новые инвесторы сейчас также выбирают работать вместе с нами и инвестировать в этот инструмент инвестирования. Давайте покажу поподробнее, что это такое. Инвестиции в бизнес под залог недвижимости. Это ситуация, когда есть предприниматель, ему нужно деньги на развитие своей идеи, ему нужно финансирование, но по той или иной причине, стандартными способами он не может привлечь эти деньги. Тогда он идет в рынок частного финансирования, где есть такие компании, которые занимаемся инвестициями, как мы, либо есть частные инвесторы, которые выдают и инвестируют свои денежные средства в бизнес. Но они хотят иметь для себя обеспечение, такое как недвижимость, желательно в ликвидных регионах страны, и тем самым иметь для себя гарантии, что деньги, которые проинвестируются в бизнес, они будут возвращены. Что если бизнес-идея удалась, и предприниматель заработал, он вернет займ, если не удалась, то есть какая-то гарантия, что будет недвижимость, ее можно будет реализовать и вернуть деньги тем самым обратно инвестору. Такая бизнес-модель. Давайте расскажу про риски, какие есть в этой бизнес-модели, в этом инструменте инвестирования. Первый риск, чего боятся начинающие инвесторы, это потеря денег. Расскажу три причины, почему, в принципе, это здесь невозможно. Мы работаем с 2016 года, и коэффициент ROI у нас выше 120%. Это говорит о том, что каждый инвестор, который инвестировал вместе с нами, в том числе и мы, зарабатывал, и тот минимальный заработок, который был зафиксирован в компании, он от 20% годовых. То есть возврат инвестиций, он есть всегда. Почему он есть всегда? Это вторая причина, это 102-й федеральный закон об ипотеке, который изначально был создан и лоббировался банками в 98-м году еще. И что такое ипотека? Это тире дефис, это залоговая недвижимость, то есть это синонимы. Собственно, расскажу про это поподробнее еще попозже. И третья причина, почему у нас есть такой возврат инвестиций, мы оцениваем каждого заемщика по более чем 20 параметрам по 20 критериям скоринга. У нас есть своя программа скоринга, пример ее на экране. Это критерии, на которых мы определяем хорошо или плохо. Тот или иной критерий у заемщика. Будет этот заем успешный, либо он будет неуспешным. А второй риск, который боятся все инвесторы, когда входят в эту стратегию, это неэкологичность. То есть боятся в такую историю попасть, в которую они будут в каком-то невыгодном свете перед другими людьми. Поясню, почему этот бизнес экологичный, работая с нами. Первое. Мы всегда инвестируем только в бизнес. То есть мы не работаем с различными социальными слоями населения. Такие как бабушки, дедушки, инвалиды и так далее. То есть мы всегда работаем с теми людьми, которые хотят на наших деньгах заработать еще больше. Это всегда строго. Второе. Мы всегда работаем с более чем одним объектом недвижимости. То есть когда к нам обращается предприниматель, у него минимум должно быть два объекта недвижимости, чтобы мы взяли его заявку и рассмотрели его конкретный случай и взяли в работу. Третье. Мы всегда работаем с бизнесами, у которых мы видим маржинальность выше 80% годовых. Давайте сразу же разберем на конкретных примерах. Частый случай, частые наши заемщики, предприниматели, в которых мы финансируем, это строители. Здесь конкретный пример с загородным строительством. Здесь изначально предприниматель описал свои бизнес-модели. Он хочет привлечь деньги в 83 миллиона на постройку 10 домов. В дальнейшем через перепродажу и реинвестирование хочется в общей сложности 325 миллионов 500 тысяч рублей заработать в выручке. Здесь упрощенная бизнес-модель. То есть от продажи 31 дома заработать 325 миллионов рублей. По итогу 66 миллионов рублей будет прибыли у компании. И доход инвестора, который задекларировал предприниматель на встрече, где мы с ним познакомились, это 41 миллион рублей или 50% годовых. Логично подойти и предложить наши условия, если они выгоднее для этого предпринимателя. То есть какие у нас условия были предложены? 36% годовых, то есть 30 миллионов можно заплатить, вместо того, чтобы платить 50% годовых. То есть на 14% годовых оставить себе больше как предпринимателю и заработать на 11 миллионов больше. Но есть важный нюанс. Для этого нужно заложить недвижимость. То есть ту землю, где будет произведено загородное строительство. В этом есть большая гарантия для инвестора и здесь есть большой риск для предпринимателя, что если пойдет что-то не по плану, эта земля будет в итоге реализована. Второй кейс, где я лично участвую как инвестор, это стоматология. Здесь в июне у нас была заключена сделка, была представлена такая финансовая модель и маржинальность только по одной услуге выше 22,5% в месяц. Представьте, а таких услуг с десяток. То есть предприниматель зарабатывает больше 200% маржинальности на своем бизнесе. Обратилась она к нам с потребностью открытия второго стоматологического кресла, то есть второго салона небольшого на одно стоматологическое кресло. И для привлечения денег на маркетинг, чтобы развить этот стоматологический кресло и привлечь дополнительных клиентов туда, где уже есть. По объемам вы здесь можете поставить на паузу, посмотреть сколько клиентов обращаются. Собственно сумма необходимая была 3 650 000 рублей. Заработок у меня, как у инвестора, 3% в месяц, это уже с учетом всех расходов. И срок займа один год. Изначально объект здесь у нас находится в Анапе, это апарты, и их рыночная стоимость на тот момент была 7 300 000 рублей. Выглядят они следующим образом. Как видите, здесь берег моря, все очень прекрасно, красиво, дом новый. Так выглядят апарты. Кстати, они на данный момент тоже приносят прибыль, они сдаются в аренду. И можно монетизировать эту недвижимость тем, чтобы ее заложить и привлечь дополнительные финансы. Что и сделала предприниматель. То есть она привлекла 3 650 000 рублей, заложив эти апарты. И я, как инвестор, здесь зарабатываю 109 500 рублей ежемесячно. То есть 3% в месяц или 36% в годовых. Риск третий. Почему сейчас инвесторы боятся инвестировать в этот инструмент? Это СВО, специальная военная операция. Есть новый закон о кредитных каникулах для участников СВО. Хочу обратить внимание, что мы выдаем коммерческий займ, он никак не связан с этим законом. Чуть попозже покажу, на что обращаем внимание. Опять же, тот самый 102 федеральный закон, в рамках которого мы работаем. И здесь, если почитать вот этот закон, который был принят Государственной Думой 28 сентября, есть акцент на то, что это касается 353 федеральный закон о потребительском кредите займе. То есть это касается профессиональных участников рынка. То есть банки, КПК и так далее. То есть те, кто работает с физическими лицами. Здесь потребительский займ, ой, не потребительский займ, а коммерческий займ на предпринимательские цели. То есть это совсем другое. И также есть 18 пункт в этом законе. Здесь написано, что за исключением кредитного договора обязательства, по которому обеспечены ипотекой. То есть залоговая недвижимость. То есть это не касается этих случаев. Поэтому мы этот риск также здесь нивелируем. Какие есть возможности у этого инструмента инвестирования? Давайте рассмотрим. Я как инвестор, меня изначально Николай попросил сделать максимально нейтральную, то есть без рекламы, просто показать инструмент инвестирования. Я хочу вам показать, как я, как инвестор, почему выбираю этот инструмент инвестирования. Первое, что мне дает, когда я инвестирую в этот инструмент вместе с компанией, с которой развиваю это направление, это защиту капитала. Второе, я получаю растущий рынок. И третье, я получаю ежемесячный пассивный доход. Сейчас поподробнее покажу. Защита капитала. Опять же, про тот же самый ROI, что с 2016 года. Очень большой опыт. На самом деле, в прошлом году было 92 сделки. В этом году уже больше 100 сделок. И представьте, каждый инвестор, работая с нами, зарабатывает. Круто, круто. Всегда рассматривается только ликвидная недвижимость для того, чтобы ее в случае неплатежей можно было быстро реализовать. То есть это регионы Москва, Питер, ближайшая Подмосковья, побережье Черного моря, Сочи, Анапа. Игорь, ROI 120, вы имеете в виду, что доходность больше 20%. Да, то есть все инвесторы с нами... В смысле будет, что 120% доходность. То есть 20% все-таки, больше 20%. ROI он изначально считается, да, как... То есть если было бы 90%, следовательно, 10% инвестор потерял. То есть 100% это если он полностью вернул тело займа обратно, а заработок, да, 20%. Поэтому 120% здесь корректно, потому что он же коэффициент считается. А тогда доходность, опять же, доходность и ROI это разные вещи. Друзья, да, прошу прощения, что ввел немножко в заблуждение тем самым. Доходность от 20% годовых, да, с 2016 года у всех наших инвесторов, кто с нами инвестирует, в том числе и мы. Вот, а ROI, то есть возврат инвестиций, 100% это если вернули тело долго обратно, если с какой-то минимальной прибылью, то есть 20%, следовательно, 120%. Вот, всегда рассматривается ликвидная недвижимость, опять же, говорил про это. Обеспечение у нас в два раза. Про что это говорит? Вот тот пример, который я показывал пару слайдов назад, то есть недвижимость стоит 7300, выдается до 50%. Бывает иногда предприниматель берет меньше денег в зависимости от того, сколько ему нужно, но выдается до 50% для того, чтобы защитить инвестора и его капитал. Что если будут не платежи, можно было бы недвижимость с дисконтом, там, к примеру, 20% продать. И все равно 70% бы осталось, и тем самым часть возвращается инвестору, и остаток, который не относится к инвестору, забирает заемщик себе обратно. И всегда регистрация происходит залога в Росреестре. Как это выглядит? Видите сейчас на экране выписку из ИГРН, первую страницу. Нас интересует вторая страница, а именно пятый пункт. Ограничение прав и применение объекта недвижимости. Будет выглядеть так. Ипотека, дата, когда было зарегистрировано, срок действия договора, займа. И в графе «Лицо в пользу которого установлено ограничение» будет написано «Сергей и Паташов Игорь, это я показываю свою сделку». Кстати, Сергей у нас из клуба Николая Мрачковского. Сергей, если смотрите, привет вам передаю. Достаточно давно уже инвестирую вместе с Сергеем. И часто я люблю так делать вместе с новыми инвесторами, инвестировать в какие-то сделки, чтобы им было спокойнее. То есть я сам лично пользуюсь также этим инструментом и показываю то, как это есть. Также я думал, как показать защиту капитала. И вот хочу показать акт приема и передачи документов. Многие думают, что всего лишь два документа подписываются, договор займа и залога. На самом деле их гораздо больше, потому что опыт у нас 16-го года, и он дает свои коррективы. То есть мы изучаем постоянно судебную практику и берем многие-многие дополнительные документы, чтобы максимально защитить капитал инвестора. К примеру, ХТИ – это такое наше ноу-хау, это химико-таксиологическое исследование. То есть в день сделки обязательно заемщик сдает анализы, экспресс-анализ, то, что в его сейчас организме нет психотропных веществ либо наркотических веществ, что дополнительно дает гарантию, что нельзя этот займ оспорить в связи с особым состоянием заемщика, потому что есть судебная практика в рынке, не у нас, слава богу. У нас, кстати, было в прошлом году 4 случая, когда сделка не состоялась из-за этого анализа. То, что было найдено определенные вещества в организме. Поэтому имейте в виду, это очень важно, кто хочет. Ну и, в принципе, кто с недвижимостью связан, с куплей-продаж, знает, что нужно очень подстраховываться во время купли-продажи. И много других ноу-хау у нас есть. Такой пакет документов по объему передается, достаточно такая весомая папка, которая максимально защищает инвестора. Почему здесь растущий рынок? В прошлом году у нас было 92 сделки, в этом году у нас уже с 1 октября более 92 сделок. Уже, скажу, у нас этих сделок больше 100. И сейчас мы получаем в среднем 150 заявок в неделю. То есть в прошлом году это было значительно меньше, сейчас мы уже там прирост более 40% у нас по заявкам, по их количеству именно. Мы видим, что тренд сейчас нарастающий. Также здесь есть ежемесячный пассивный доход. Инвестиции мы предоставляем здесь как компания под ключ. То есть мы полностью отвечаем за весь процесс. От подбора заемщика, проверку заемщика по всем критериям, проверку объекта также по всем нашим критериям, заключением сделки. То есть это делают наши сотрудники полностью, вся наша договорная база и дальнейшее сопровождение. То есть договоры же у вас составляются напрямую. Это вот второй пункт между инвестором и заемщиком. Мы как компания сопровождаем все эти циклы. То есть мы не являемся залогодержателями, а как вы видели до этого, является инвестор. То есть я, либо другой инвестор является держателем ипотеки. То есть без моего ведома. То есть что такое ипотека и ограничения? Без моего ведома как инвестора, заемщик, то есть предприниматель не может ни реализовать, ни подарить, ни поменять этот объект недвижимости. И здесь ежемесячные выплаты, что тоже очень мне нравится, что эти проценты можно капитализировать. То есть если первого числа сделка, с каждого следующего первого числа вам будет совершен платеж. Сейчас средний заработок, кстати, хочу показать. У нас средняя историческая доходность. Мы с 2011 года начали замерять ее. До этого просто заключали сделки. И это мы искренне радовались. Сейчас мы, собственно, более системно подходим к процессу, замеряем различные показатели, показываем и делимся ими с инвесторами. Сейчас средняя историческая доходность, если брать вот текущий момент по Москве и Московской области, он 2,25 и ниже. То есть 2,25 – это средняя ставка. То есть 2,25. Да, Николай. В целом немного снижается, да? Вот я смотрю, как бы тренд вниз. Да, да, вы правы. Почему тренд идет вниз? Во-первых, конкурентов становится больше. Во-вторых, помимо того, ставка ЦБ меняется. Мы также привязаны к рыночным условиям. То есть если банк там, понятно, наши деньги, они дороже, чем в банке, к примеру, там 30 годовых. Но тем не менее, когда банк там выдает 20%, выдавать там под 50, под 100 – это нерыночные условия. Поэтому, конечно, мы под рынок подстраиваемся. И это практика. И под конкурентов, под коллег по рынку. Вот. Поэтому да, сейчас 2,25 – среднемесячная доходность инвестора. То есть это 27% годовых по Москве и Московской области. Бывает чуть-чуть ниже 24-23%. Бывает выше. Это зависит от бизнеса и от объекта самого залога. Если рассмотреть в регионах, у нас в Сочи свой филиал находится. Мы любим очень побережье Черного моря работать, потому что там ликвидная недвижимость, и там доходность выше. То сейчас, если посмотреть на график, если брать вот именно сегодняшний день, то это 2,75 – средняя доходность, то есть 33% годовых. Бывает 30%, бывает 27%, но, опять же, в зависимости от объекта, от суммы займа. Все это меняется. Поэтому на эту доходность, то есть в среднем, я бы сказал, 30% годовых сейчас можно рассчитывать. В зависимости, опять же, от сделки, от суммы займа. Также люблю вести соцсети. Активно публикую доходы как мои, так и инвесторов, которые инвестируют вместе с нами. Можете найти меня в соцсетях, абсолютно открыт, подписаться. Будете смотреть, как периодически я вот скидываю такие платежки, как наши инвесторы зарабатывают. Окей. Также есть бонус. Николай попросил сделать что-то приятное для вас, и я решил сделать следующим образом. Я для вас оставляю Google-форму, которая будет открыта и абсолютно бесплатно, такого я обычно не делаю, проконсультирую вас по этой инвестиционной стратегии и отвечу на дополнительные вопросы по инвестициям. Заполните Google-форму, она занимает буквально 2 минуты. Сейчас она на экране. Поставьте видео на паузу, наведите ваш смартфон. Если вы смотрите с телефона, то в описании к этому видео Николай оставит ссылку на эту Google-форму. Оставьте ваши контактные данные, и в ближайшее время, согласуем с вами, удобное время, можем встретиться онлайн, оффлайн и пообщаться. Готов ответить на вопросы, Николай. Игорь, спасибо. Отдельно отмечу вам большое спасибо за то, что вот прям четко, емко и оперативно все рассказали. Такое, это редкость. Спасибо. На YouTube часто есть свойство растекаться мыслью по древу. Итак, у меня есть ряд вопросов. Первый – это порог входа. С какой суммой имеет смысл, допустим, к вам обращаться? То есть это сколько? Это там 10 тысяч рублей, 100, миллион, 10 миллионов? Да, хороший вопрос. Стратегия на самом деле вносит свои коррективы в одну сделку. Именно когда вы напрямую залогодержатель, могут входить не более трех инвесторов. То есть и всегда это стараемся пропорционально разделять. К примеру, сейчас минимальный порог входа 2 миллиона, но для того, чтобы войти даже с 2 миллионами, нужно подождать свою сделку примерно 3 недели, 4 недели, потому что сделок, которые подойдут по 2 миллиона, не так много. Поясню. Вот, к примеру, как я показывал в Анапе, 3 миллиона 650 тысяч рублей сумма займа. В эту сделку два человека могут войти пополам примерно, либо 2 миллиона, либо 1 миллион 650. Такое возможно. Таких сделок очень мало. Сейчас средний чек сделки выше 10 миллионов. Последняя сделка у нас, к примеру, вот сейчас заключается, у нас сегодня будут отправляться там денежные средства 30 миллионов рублей. И там могут быть инвесторы с чеком значительно выше, чем 2 миллиона рублей. Поэтому здесь есть такие коррективы. Но если сухо, коротко, ответь, от 2 миллионов рублей вход в эту стратегию. Игорь, почему заемщики не идут в банк? Если у них есть недвижимость, то банки обычно без проблем под залог недвижимости также выдадут деньги, только под более низкий процент. Зачем вы тогда нужны? Да, крутой вопрос. Люблю на него отвечать. Приведу свой пример, опять же, со стоматологии, которую вы видели в презентации. Здесь у нас у предпринимателя, она женщина, была одна заключенная изначально ошибка. Она изначально взяла ипотеку, то есть те апарты, которые вы видели, они были взяты в ипотеку. У нее на самом деле в этом доме 8 апартов, представьте. Она их все сдает. И когда она только покупала, немножко была у нее просчет по финансовой модели, и она допустила ряд просрочек. Она в итоге со всеми этими ипотеками расплатилась, но в банке она числится как нежелательный клиент, потому что у нее испорчена кредитная история. У нее были такие очень существенные просрочки, чуть до реализации имущества это все не дошло. Сейчас он спокойно эти апарты сдается, но тем не менее она нежелательный заемщик для банка. Плюс второй момент, на самом деле, скорость работы. Если работать с банком и привлекать суммы существенные, от 5 миллионов и выше, вам потребуется порядка 3-4 недель, для того чтобы предоставить все документы, оплатить их, все оценки совершить и так далее. Работая с нами, минимальный срок займа может быть от 3 дней до недели, в зависимости от суммы займа. Вот один из последних займов, который на 30 миллионов рублей, у нас здесь в общей сложности заняла неделю. То есть сегодня уже все заключили, все сделали, сегодня отправка денег. Потому что важная особенность – деньги всегда отправляются после регистрации и обременения. То есть сначала регистрируется обременение, инвестор видит, что он защищен, и после этого отправляются деньги. Поэтому мы в том числе зависим от регистрации. И вот здесь вот неделю за него для того, чтобы человек получил 30 миллионов рублей. Сегодня деньги ему отправятся. А если не отдают деньги? То есть когда платят, все хорошо, понятно. Но если не отдают, что происходит? То есть вот он не платит. И как вы этот залог вытаскиваете, продаете? Ведь это же в любом случае начинает все затягивать. В общем, что происходит, если не платят? Да, есть три ключевых этапа. Это работа как с обычной дебиторской задолженностью. Кто занимается бизнесом, понимает, о чем речь. То есть первый этап – это досудебное урегулирование. Второй этап – это уже судебное урегулирование. И третий этап – это реализация имущества с торгов через исполнительное производство и судебных приставов. О чем идет речь? Сейчас поподробнее расскажу. Досудебное урегулирование. На самом деле средний процент дефолта, если от года к году смотреть, где-то он выше, где-то ниже, но средний можно зафиксировать показатель 25%. То есть это четверть сделок, которые есть какие-то сложности с неплатежами. Опять же, обращу внимание на сложность. И 80% из этих 25, то есть большая подавляющая часть, решается досудебно. Это либо рефинансирование на тот же самый банк, это либо продажа имущества. Повторюсь, что мы работаем с непоследним объектом недвижимости, и мы всегда предупреждаем на входе предпринимателей, что выгоднее продать по рыночной стоимости, чем уходить в суды, копить эти проценты, копить дополнительную просрочку за неплатежи и тем самым инвестору отдавать значительно больше денег. Потому что если начинаются идти штрафные санкции, то существенная доходность у инвестора растет. Почему я говорю от 30% годовых? Есть ситуация, когда и 45% зарабатывает инвестор, и 40%. То есть очень много бывает случаев, когда заемщик не идет на то, чтобы договариваться, и в итоге, когда идет вот это накопление долга, ему остается значительно ниже вот эта сумма, которую можно себе вернуть. Ну ладно, вернемся обратно. То есть 80% решается досудебно, если человек не идет с нами на контакт, не договаривается, не принимает наши возможные варианты решения, потому что на самом деле мы в рынке давно, и мы знаем, как работать с залоговым недвижимостью, с залоговым имуществом. То есть у нас есть свое агентство недвижимости даже, которое помогает реализовывать эти заложенные объекты. И это абсолютно нормально, это практика, просто наработанный опыт, который помогает ускорить этот процесс. Если заемщик не готов, мы идем в суд. То есть суды в среднем занимают от 3 месяца до 6. Многие спросят, как так быстро. Обращу внимание, что мы работаем с предпринимателями, это арбитраж. В арбитраже суды, которые между заключенным и предпринимателем долговые обязательства, они решаются гораздо быстрее, если это был бы другой суд. Подождите, Игорь, но ведь у вас же заемщиком это будет физическое лицо, собственник. Нет, Николай, у нас собственник, да, недвижимость, физическое лицо, но договор заключается с предпринимателем. Это либо индивидуальный предприниматель, либо учредитель ООО, либо различные другие формы именно юридической деятельности, то есть предпринимательской деятельности. Чаще всего процентов 70 случаев мы работаем с индивидуальным предпринимателем. Это коммерческий займ, поэтому мы будем судиться в арбитраже. И более даже, тоже одно из наших ноу-хау, поделюсь, у нас даже прописана договорная подсудность. То есть даже если сделка у нас в Анапе, у нас прописано три суда, с которыми мы работаем, где у нас уже есть судебная практика, мы знаем, как реагируют там судьи на то или иное дело, что не нужно, ну не будет затягиваться судебное дело для того, чтобы дополнительный нюанс уточнять. Мы четко понимаем, как там работает и сколько по времени это занимает. Поэтому это тоже одно из преимуществ, работать именно не самостоятельно, а с компанией, которая имеет опыт в судебном взыскании, потому что есть четкие судебные дела и те суды, где мы это часто делаем, когда до судов доходим, да, и мы один из трех судов выбираем, где мы судимся и спокойно получаем исполнительный лист. После судов, опять же повторюсь, там от трех до шести месяцев, то есть средний срок там всегда по-разному в зависимости от ситуации, но давайте возьмем там четыре месяца были суды, получаем исполнительный лист и через приставов, через торги это с исполнительным листом, собственно, идем к приставам, реализуется эта недвижимость торгов. Вот, и с торгов она реализуется достаточно быстро, потому что там есть дисконт, но опять же, даже во время судов есть вот часть предпринимателей, которые понимают, куда идет дело и что нужно скорее реализовывать. Поэтому, когда уже уходим в суды, на самом деле даже те 20%, которые остаются и которые не договорились с нами, когда мы уже в судах, они понимают, что дело у них проиграно и лучше с нами договориться, потому что они гораздо быстрее эту недвижимость продадут, и вот этот сверху излишек, он останется им, заместо того, чтобы оплатить эти лишние проценты инвестору. Вот, это факт, такие ситуации случаются, но их на самом деле бояться не стоит, потому что в суды там приходит очень мало количества сделок, если взять статистику по последнему году, то это 5% тех, которые в суды уходят, то есть подавляющееся большинство досудебно решается дело. А для инвестора, если все-таки уходит дело вот так вот в суд, что для него это значит? То есть когда он получит деньги и останется ли у него тогда доходность или он только в лучшем случае вернет свое? Да, хороший вопрос. Доходность останется, если ответить сухо. А сроки в среднем мы всегда ориентируем на год, именно самые такие долгие случаи. То есть здесь риска не вернуть нет, есть только возможность дольше ожидать. Но опять же, если вы дольше ожидаете, больше процентов копятся, и эти проценты, конечно, начисляются. И при реализации имущества инвестор получает дополнительный бонус в виде этих процентов, которые как штрафные санкции прописаны в договоре. Поэтому здесь есть такой момент, что мы на год ориентируем, но чаще всего мы досудебно договариваемся, поэтому 3-4 месяца может занимать. Вот один из последних случаев, который я сам помню, у нас есть инвестор Ксения, которая в Уфе проживает, с ней есть даже запись у меня на YouTube-канале. Она делится, как в течение месяца это все реализовалось и поделилась своим опытом, как это все происходило. То есть заемщик понял, что не справляется, вышел на продажу, и так как это недвижимость ликвидная, потому что мы работаем только с ликвидной недвижимостью, за месяц это реализовалось. Это был дом и земля в Сочи. Реализовалось, причем по существенно высшей цене, чем мы оценили, и спокойно заемщик вернул эти деньги через аккредитив. То есть там трехсторонняя сделка получается, нужно тоже уметь ее проводить, мы это умеем делать, поэтому спокойно инвестор сделала там со своей стороны действия, которые нужны, аккредитив раскрылся, и она получила свои деньги вместе с дополнительным бонусом, дополнительными процентами. А как решаются вопросы с выселением людей? Вот допустим, заложил предприниматель квартиру, а там кто-то живет, особенно с детьми, и вот начинается, вы допустим, даже там выиграли суд, но вам надо как-то людей выселять, и ну во-первых, это скорее всего эмоционально такая не очень приятная вещь, а во-вторых, как в принципе это все-таки решается, если решается. Да, Николай, хороший вопрос, прям видно, что вы подготовились, такие очень классные нюансы задаете. Смотрите, на самом деле, мы работаем всегда в ситуациях, когда у предпринимателя более одного объекта недвижимости, и мы обязательно берем ВДК, выписку из моей книги, чтобы понять, кто прописан, кто вообще когда-либо был зарегистрирован. Очень важно, к примеру, бывают такие случаи в рынке, и многие об этом не знают, тоже поделюсь таким экспертизой, ноу-хау. К примеру, если человек прописан в этой недвижимости, и он попадает, к примеру, в тюрьму на какой-то определенный срок, то его из этой недвижимости могут, к примеру, выписать, но никуда не вписать, и тем самым, когда он выйдет, условно, из мест отдаленных, он может обратно претендовать на прописку в этой квартире, и там уже будут жить, возможно, другие люди, эта недвижимость продастся, но человек имеет полное право быть также, иметь доступ условно к этой недвижимости, да, и очень важно брать именно архивную выписку из домовой книги, чтобы видеть те люди, которые выписались, а прописались ли они где-то дальше, если вы не нашли тот нюанс, что он где-то дальше прописан, нужно, конечно, копнуть глубже, и мы на этапе скоринга это все обязательно просматриваем. В общем, ушел в детали, если просто ответить, мы не работаем с той недвижимостью, где прописаны дети, где прописаны инвалиды, где прописан помимо заемщика там мама, мы эти нюансы сразу же на входе обсуждаем, решаем, и если мы выясняем, что этих людей там, они, ну, будут дальше присутствовать на этом объекте, у них нет возможности, мы сразу же говорим, что в эту сделку мы не пойдем, потому что с выселением мы сталкивались, это не просто, действительно, да, там есть эмоциональная часть, но в чем плюс для инвестора, инвестор в этом не принимает никакого участия, всегда вся инвестиция идет под ключ и идет как продукт от компании, почему я вот сам лично инвестирую вместе с компанией, хотя полностью все детали знаю внутри в этом бизнесе очень, ну, достаточно глубоко, почему, потому что я ценю то, что компания за меня делает условно грязную работу, если можно так ее назвать, все переговоры с заемщиком, все дополнительные нюансы, которые решаются уже, если идут неплатежи, это все делает компания, я даже с заемщиком могу вообще ни разу не видеться, если я в сделку вхожу удаленно, я могу даже его не знать, но из-за того, что я нахожусь, понятно, в компании, разогреваю ее вместе с партнерами, конечно, я знаю много нюансов и знаю заемщиков, да, но тем не менее, я с ними не общаюсь, есть прям отдельный отдел по взысканию, который занимается этой работой, всю коммуникацию ложится на них, и если будет опять же случай, вдруг, опять же, скажут, ну, умные инвесторы, которые нас смотрят, скажут, вот, никого не было прописано, потом кого-то прописали, конечно, мы это все решаем, это дополнительное время, и у нас есть определенные механизмы, как можно договариваться, потому что это же тоже люди, они тоже хотят, к примеру, получить какой-то бонус дополнительный, мы можем его предложить, если доходность позволяет, можем через суд выписать, но займет определенное количество времени, да, и это мы тоже делали, практику имеем, поэтому спокойно это решаем. Какой, ну вот если усреднить, какой процент вот таких проблемных сделок, то есть когда идут неплатежи и доходит до суда, вот вы сказали, 20, а из них еще... Да, 25 это общий процент дефолта, где есть какие-то проблемы с неплатежами, из них там 80% решается, вот 20% из 25 остается, ну давайте там обобщим 5-7 процентов сделок доходит именно до суда, и мы где-то не договорились, что нужно через юридическую плоскость решать вопрос, назовем это так, вот, и конечно, у нас нет каких-то рекоментиров или как там еще назвать, даже не знаю, там, которые приходят, там, дядьки... Вышивалок. Да, 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 как-то там людей начинают напрягать, такого, конечно, нет, мы работаем строго в юридической плоскости и всегда используем инструмент договариваться, общаться, ни в коем случае живем в современном обществе, мы это ценим, ценим нашу репутацию, можете про нас почитать, то есть нет негатива со стороны заемщиков, потому что мы всегда стараемся найти компромисс, чтобы всем было выгодно, вот, если заемщик не идет, тогда мы идем в суды, понятные, через юридическую плоскость все решаем. А какая вот средняя реальная доходность сегодня, то есть на что вы ориентируете инвесторов, на что я могу претендовать, вот я инвестирую, там, вы сказали, вот там, от 2 миллионов, допустим. Да. А что могу претендовать примерно? Ориентирую на 30% годовых, но инвестор волен выбирать сам свои сделки, вот, к примеру, Сергея, которого я привел в качестве примера, где я с ним вместе инвестирую из вашего клуба, Николай, с ним у нас интересная ситуация, я его также ориентировал на 30%, но первую сделку, которую я ему предложил, это была Москва, и в Москве ставка ниже, там 27% годовых у нас с ним заработок. Он, конечно, расстроился, я говорю, Сергей, я вам обещаю, все равно на 30% я вас доведу до этого результата, у вас капитал там больше, чем 2 миллиона, поэтому давайте, ну, немножко потерпите, обязательно сделайте, чтобы было 30%. И так получилось, буквально там через месяц появилась новая сделка, существенно выгоднее, она находилась на тот момент в Сочи, и в Сочи он проинвестировал под 33% уже годовых, и он проинвестировал там, если честно, сумму выше, чем до этого, поэтому там средняя, даже, ну, медиану, если взять, она у него выше 30% получилась, там в среднем где-то 31%, вот, поэтому все в зависимости от сделки, в зависимости от того, хотите вы там ждать, хотите сразу же войти в сделку, но мое мнение, я сам так поступаю, у меня как капитал выходит, либо накопились проценты, вот как я их сразу же капитализирую, в новые сделки инвестирую, да, вот у меня проценты накопились, даже если 27-25% годовых, это все равно в текущих реалиях крутая доходность, чем сидеть, ждать там дополнительных 3-5%, да, хотя это тоже хороший прирост сверху, но тем не менее, я лучше сейчас размещу деньги и буду ежемесячно снова капитализировать эти деньги, чем буду ждать там какую-то супер выгодную сделку, там 33% годовых, к примеру, да, поэтому я сразу же принимаю решение реинвестировать, ну и многие инвесторы делают так же, ориентирую, если сухо, ответите коротко, на 30% годовых, то есть 2,5% ежемесячно, это уже доход инвесторов. Хорошо, спасибо, Игорь, подробно рассказали, друзья, пишите, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях к видео, мы попросим Игоря на них ответить, также будут контакты, можно связаться вот через форму, Игорь детальнее уже все расскажет и напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько интересна эта тема, мы впервые, в общем-то, ее обозреваем на канале, если нужно, то мы можем ее копнуть глубже, то есть попросить Игоря рассказать уже детальнее, как это происходит, как идет сделка, какие документы и так далее, на что обращать внимание, в общем, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, ваши мысли касательно этой стратегии, если у вас есть ваш личный опыт, тоже поделитесь в комментариях, каков был ваш опыт инвестиций в займы под залог недвижимости, и, в общем, будем ждать ваши комментарии. Игорь, благодарю. Николай, благодарю вас.